Главный раздражитель общественного мнения в России последних месяцев предложенная Единой России пенсионная реформа. Партия власти преподнесла своим политическим противникам подарок, о котором они и мечтать не могли. И все это в преддверии единого дня голосования 9 сентября, когда во многих субъектах страны состоятся очень важные выборы губернаторов, в том числе и в Воронежской области. Победа за явным преимуществом Владимира Путина на президентских выборах парализовала оппозиционные политические партии, однако пенсионная реформа дает им шанс заручиться поддержкой значительного количества избирателей в штыки встретивших нововведения. На вопрос от Воронежской независимой социологической службы «Ваше мнение?» проголосовали бы вы за кандидата на должность губернатора Воронежской области, поддержавшего пенсионную реформу? 53% избирателей Воронежа однозначно ответили «нет». Еще 15% готовы к ним присоединиться с оценкой «скорее нет». Таким образом, 68% потенциальных избирателей областного центра жестко заявили о своей позиции. Лишь 8,5% опрошенных готовы поддержать кандидата в губернаторы, который поддерживает предложенную пенсионную реформу, сказав «да». Еще 4,5% разделяют эту точку зрения, ответив «скорее да». В итоге набирается только 13% голосов избирателей против 68% на дух не принявших пенсионную реформу. 19% воронежцев еще не определились со своей позицией. Для экспертов понятно, что сейчас самая острая проблема для населения и не только города Воронежа, но и для населения всей России состоит в том, что пенсионная реформа затрагивает интересы многих. Пенсионная реформа – тема номер один в политической повестке дня современной России. И хотя федеральный центр в лице Государственной Думы пока отложил на время рассмотрения закона о пенсионной реформе во втором чтении на позднюю осень 2018 года, дав возможность пройти избирательную кампанию в сентябре, понятно, что эта тема не снята с повестки дня. Она будируется, будируется позиционными силами, будируется радикальной политической оппозицией. И понятно, что эта тема оказывает существенное воздействие на политическое поведение наших горожан. И в этом случае социологический опрос службы «Ваше мнение» показал, что 53% негативно отнесутся к кандидату, к кандидату в губернатор Воронежской области, который будет поддерживать эту пенсионную реформу. То есть привязка, корреляция пенсионной реформы и негатив, и, соответственно, голосование за кандидатов губернатора на выборах в сентябре этого года впрямую увязывается с этим. То есть если негативное отношение к реформе, соответственно, это может быть перенесено на негативное отношение к тем кандидатам, которые поддерживают эту пенсионную реформу. Что касается кандидатов от других политических партий, от КПРФ, Справедливости и России, понятно, что они не будут поддерживать эту пенсионную реформу. Но кандидат от партии власти становится в определенной степени заложником этой пенсионной реформы и того первого чтения у Государственной Думы, которое прошло буквально совсем недавно. В этой ситуации, скажем, очевидно, что кандидаты должны как-то четко определиться для себя. Потому что для населения пенсионная реформа – это лакмусовая бумажка отношения к кандидатов в воронежские губернаторы. И в этом случае для кандидата либо четко заявляют о том, что они против пенсионной реформы, либо проводят вот такую нейтральную линию по отношению к этой пенсионной реформе. Лишь в этом случае избиратели города Воронежа готовы оказать поддержку этим кандидатам. То есть четкая увязка одно с другим. В этом случае штабам кандидатов действительно стоит серьезно, особенно на политических дебатах, четко провести эту линию и передать это своему кандидату, который в свою очередь публично огласит свою позицию. От того, какая это будет позиция, зависит и уровень поддержки наших горожан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok